Всем привет, с вами Иван, YouTube канал Техтула и в сегодняшнем выпуске из говна палок и синей изоленты мы сделаем сварочного робота с позиционером от Михаила Средотих. Что нам нужно для того, чтобы сделать сварочного робота по факту, чтобы все варилось, то есть трубы, фланцы там всякие, а мы были просто оператором сварки. Для этого нам понадобится самый дешевый сварочный аппарат, который есть на рынке, это Сибор Винтих 340 робот, подающий механизм от Сибора и вращатель от Михаила Средотих. Пучок изоленты, чтобы это все скрепить вместе и настроить процесс. Поехали. Почему синяя изолента? Потому что у меня есть горелка только от компании Паркер, которая, ну, прикольно, реально прикольные горелки Паркер, но для роботизации эти горелки не подходят от слова вообще. Почему? Потому что, ну, это обычная тиговская горелка, зажата в хомутик алюминиевый, на резине, это все вот болтается, все это тяжело закрепить, это очень сложно. Нет бы, у меня была бы огнишная горелка с шарниром, которая выглядит вот так. Но так как у нас видео из палок и синей изоленты, мы собрали все на синюю изоленту, настроили сварочный аппарат, а именно настроили сварочный ток на 165 ампер. Толщина у меня с токарного станка вышла 4-5 миллиметров, то есть я сделал рандомное видео и показываю вам, как это все быстро и просто настраивается, где не нужно там супер каких-то знаний, супер каких-то познаний. Выставили, подсоединили, нажали на кнопочку, можно выставить это все на пультик, на вот этом пультике регулирует ток в процессе сварки, это вообще вещь для супер-линивого. И также подача проволоки у нас была 1,2 метра в минуту. Это тоже в процессе сварки можно добавлять и убавлять, и за одну черновую болванку, то есть тестовую болванку, можно настроить полностью источник. Соответственно, предгаз у нас был секунда, задержка перед подачей проволоки была 1 секунду, ну, чтобы сварочная ванна нагрелась и потом только начала подаваться присадка. И все это элементарно. Мне люди звонят и спрашивают, Иван, как его настроить? Кусок трубы, покрутил, работает. Это элементарно, особенно если у вас на производстве хотя бы чуть-чуть есть сварщик, который, ну, в принципе, я свариваю эту трубу на 120 амперах, мне хватает. Он заряжает в этот сварочный аппарат также 120 ампер, настраивает подачу проволоки по пульту, ну, как ему будет видно в процессе сварки, надел маску, нажал на кнопку и подает. Вот, и все хорошо. Единственное, что это нужно скомплектовать нормальной горелкой. Ну, а к ней подойдет. Дорого, но это хорошо, потому что там есть шарнир. Регулировать это в разы становится удобнее. В завершении выпуска, что я хотел бы сказать. Не так страшен волк, как им пугают и так далее. То есть сам процесс достаточно очень просто настраивается. Я врать не буду, пользуюсь этим. Крайне редко, крайне редко, но пользуюсь. Когда ко мне приходит однотипная работа, там типа 40-50 фланцев обварить, это самое то. Почему? Потому что повторяемость. Я не спорю, вы в гараже на коленках сварите обычным тигом. Да даже полуавтомата мне сейчас напишут люди, что фланцы обваривают из нержавейки, из V08G2, из проволокой. Вы вообще молодцы все. Вот. Повторяемость. Почему? У меня равномерная скорость вращения, у меня равномерная подача, равномерный ток. Все катеты и высоты шов одинаковые. Это требует заказчик. И это нормально. Если для производства, и у вас люди до сих пор, ну, как бы вот так тыкают проволокой в какой-то там, не знаю, фланец, то есть там 300 фланец, там 500 фланец, и люди до сих пор тыкают, есть варик, как бы подумать чуть-чуть, облегчить процесс. Да, не с точки зрения, что вы потратите кучу денег, а с точки зрения, что у вас человек все равно человек. Ну, есть супер сварщики, которые могут повторять свои швы там на 30, 40, 50 изделиях, но они тоже чуть-чуть устают. С вами был Иван, подпишитесь на канал, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok